здравствуйте мои дорогие подписчики гости канала с вами Женя и сегодня что день грядущий нам готовит сегодня сделаю на символ луне это одна из моих можно сказать первых колод для расклада это был мой первый расклад на канале и сделала его тогда на символ луне а сейчас я то советы выкладываю вам из символонов коротких видео и иногда тоже делаю на нем расклады очень интересная колода и мне нравится эта система предсказаний тоже так же как и таро ленорман оракул это своего рода оракул но немножечко другой сосредоточьтесь на себе любимых улыбнитесь сделайте себе комплимент как всегда я пока мешаю карты и буду благодарить вас благодарю вас благодарю вас за обратную связь благодарю вас за поддержку за комментарии которые вы оставляете под моими видео для меня это очень и важно и по вашей обратной связи понимаю что все работает те кто правильно подходит и действительно задались целью изменить свою жизнь вы на правильном пути и у вас все идет по плану не все сразу да вы знаете единственное что я называю работой это работа над собой остальное все я говорю творчество а вот работа над собой это именно работа потому что иногда не хочется слушать практику иногда забываешь и вот тогда получается что если не просто не прошел практику достаточно времени и пропустил хотя бы один день вот удивитесь расстроитесь не знаю у каждого будут свои эмоции пропустили один день если вы меньше двух месяцев прослушивали практику и пропустили хотя бы один день начинайте сначала не будет такого эффекта как вы хотите так что главная консистенция главное вот знаете вот это постоянная постоянная тренировка своего подсознания все исходит из нашего подсознания ну что вы сосредоточились на себе любимых вы улыбнулись сделали себе комплимент или похвалили себе хвалить хвалить себя всегда надо хвалить я начинаю посмотрим что день грядущий нам готовит очень интересно вы знаете я даже сама вижу что карты сами решили скорректировать ситуацию я вот так положу чтобы было видно карты очень красивая это очень красивая колода дело в том что опять получается у меня уже не первый раз иногда бывает я вроде бы делаю расклад же на один день на день грядущий но хочу сказать что то что я вижу здесь может проигрываться не один день а 23 то и четыре дня по той простой причине что вы все таки что-то сделаете вы сделаете что-то со своим состоянием вы сделаете что-то для улучшения ситуации и такое ощущение что вы освободитесь от чего-то но давайте я буду рассказывать по порядку дело в том что некоторые из вас тут несколько ситуаций некоторые из вас бегут от каких-то своих страхов вас преследуют какие-то страхи вы пытаетесь одних избавиться на сегодняшний день ну вот на день грядущий но неважно на сегодняшний день что получается вы внешне никому это не показываете вы маскируетесь и из-за этого что получается из-за того что вы пытаетесь вот этот страх замаскировать это не страх вот ужас там какой-то а вот какая-то ситуация которая вас мучает а может быть и не одна ситуация она следует за вами для некоторых из вас я вижу что произошло из-за того что прошлые ситуации вы не использовали как опыт не оставляли их позади а просто их маскировали у вас получился вот этот цикл повторение как дежавю знаете вот такое ощущение что с вами это уже было и зная результат прошлых опытов вы боитесь что в этот раз произойдет то же самое и тут первое что именно вот у тех у кого такая ситуация первое что нужно сделать это взглянуть в лицо своему страху и просто понять что это прошлый опыт что она не повторится если вы на ситуацию или на то что происходит взгляните по другому взгляните с другой стороны а а то и лучше всего как я многие уже те кто со мной вы знаете что я изучала и до сих пор возвращаюсь к за вадиму зеланту так вот вадим зелан говорит сдайте себя в аренду и смотрите из зрительного зала на ситуацию просто попробуйте найти в этой ситуации позитив это первое и второе не хватайтесь за прошлый опыт и ни в коем случае не давите это себе дело в том что когда вы в себе это давите оно все равно оно не ходит она все равно остается внутри все равно она влияет на вашу жизнь поэтому вот первое что хочу сказать чтобы не происходило какая бы ситуация не происходило с кем бы эта ситуация или с чем не было связано выйдите из замкнутого круга посмотрите на ситуацию с другой может быть даже необычной стороны и найдите что-то позитивная в ситуации и это приведет вас к освобождению от страха и движению вперед для некоторых из вас вы даже не бежите от вашего страха вы именно вот в этом состоянии находитесь это тут это не только страх страх это имеется ввиду прошлые опыты гоняются за вами вы как только видите что похожая ситуация происходит вы тут же преднамеренно высчитываете исход этой ситуации тем самым вы замыкаете все в круг который все время возвращает вас к одному и тому же результату то же самое надо выйти из замкнутого круга надо взглянуть на ситуацию по другому и вы освободитесь вы выйдете из круга и вы тогда сможете идти вперед к более позитивным результатом быстрейшему достижение всех ваших целей и конечно же вот из настроения я вижу что некоторые так вот и через день и пойдут может быть к вечеру придет какое-то облегчение может быть кто-то вас отвлечет может вы сами отвлечетесь это еще один инструмент которым вы можете пользоваться для изменения состояния и изменения ситуации потому что вот то что происходит у вас все события которые происходят у вас из того что я вижу здесь именно связаны с прошлыми негативными можно сказать опытами потому что если бы это был прошлый позитивный опыт выпала бы даже другая карта поэтому вытаскивайте себя из негативных сценариев если у вас буквально недавно произошло что-то что вас мучает это я бы я сказала страхи но это не только страхи может быть какая-то обида может быть какие-то недопонимания с кем-то вот тут я вам хочу сказать что представьте себе знаете вот знаете как мир театр и мы все в нем актеры и каждый играет свою роль какую роль вы выберете играть такой и будет ваша жизнь если вы выберете освободиться от негатива освободиться от обиды освободиться от злобы освободиться от ненависти и действительно понять что все это вас и даже если человек который попытался это сделать имел такое намерение чтобы вас обидеть ну и отпустите этого человека пусть он сам выбирает свой путь тем что вы на него или на нее или на них и или на ситуацию злитесь вы ухудшаете только свое самочувствие из устанавливаете свое движение вперед вот это я могу вам сказать точно еще тут может быть такая ситуация что вы куда-то будете опаздывать или проспите на работу или есть какие-то встречи или какие-то события на которые вы должны быть в определенное время и тут у вас будет страх что вы опоздаете тот же самый подход если даже не совсем достаточно времени я вот сейчас работаю еще над видео по словам я вам дам я сейчас не могу на вскидку сказать к сожалению потому что я еще изучаю материал для того чтобы снять для вас видео на эту тему я вам дам слова которые надо употреблять и как их надо употреблять для того чтобы ну вот будете 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 смеяться волшебным образом ускориться есть такие слова и главное их повторять очень много раз кстати одно из первых видео по словам у меня было добро уже получила обратную связь от девочек что используя это слово они действительно успокаиваются кстати вы видите как и вот здесь тоже это поможет добро я доброе я добрый но это надо повторять очень много раз и тогда ваше состояние меняется соответственно вам легче отпустить и идти дальше вот что еще я здесь вижу здесь я вижу здесь очень много действий очень много разных проектов для тех кто в первый раз на моем канале проектами я называю все то что происходят с вами в течение дня в этом в контексте этого расклада имеется в виду если вы работаете ну например в офисе и вы должны заполнить какой-то документ вот это один проект если вам надо пять документов заполнить это пять проектов для тех кто например в продажах даже может быть такое что проект это каждый ваш покупатель за день это один проект поэтому получается что их очень много я очень много вижу движений очень много вижу именно вот для тех кто в продаже честно говорю вижу много улыбок ваших но не искренних под хотя бы по той простой причине что состояние ваше не совсем для улыбок так что все равно улыбайтесь я вам хочу сказать все равно улыбайтесь поэтому избавляйтесь от своих страхов любых страхов избавляйтесь от любого негатива даже самого маленького я на сегодняшний день очень часто разговариваю очень медленно особенно когда я вот делаю расклады особенно когда я провожу консультации или общаюсь с девочками которых я веду для того чтобы правильно использовать слова каждое слово когда мы его используем оно дает энергию поэтому я многие слова заменяю но так как у меня это тоже еще не на автомате мне приходится замедляться вот это будет кстати очень хороший инструмент для вас для того чтобы отвлекаться когда вы одно слово будете заменять другим вот даже если негативное какое-то слово заменять позитивно вам для этого надо остановиться остановить поток мыслей получается и это происходит в одну секунду по той простой причине что вы ищите другое слово все вы концентрируетесь на чем-то другом вы перестаете концентрироваться на страхе на прошлом опыте на негативе и тогда это это работа я знаю я уже слышу некоторые говорят как же это мол можно сделать можно все в ваших руках и все в вашем вашей голове ведь большинство девяносто девять девять десятых проблем я вообще это слово исключила из своего лексикона но вот сейчас по-другому не могу сказать потому что у вас в голове эти слова как проблема приходят именно из-за наших мыслей нашего подсознания и как вы понимаете тут получается что сразу от этого невозможно избавиться по той простой причине что собиралось это все годами поэтому искоренить это можно пусть не годами но честно вам сказать несколько месяцев для первых ласточек возьмет и тут я очень бы хотела чтобы вы избавились от страха и избавились от зацикливания вот это зацикливание вам и мешает оно кстати вот вам будет поэтому нелегко проходить через день потому что вам придется играть может быть играть на работе может быть именно как бы вы скрываете все вы что-то скрываете вы скрываете ваше состояние но и это в принципе понятно я понимаю вы не хотите свое раздражение свое вот это внутреннее состояние передавать другим поэтому вы его скрываете так вот здесь я же говорю хороший инструмент вот или сесть заставить себя 15 минут позитивных высказываний писать они могут быть связаны с тем чего вы боитесь или по поводу ситуации которая вызывает вас негатив а могут быть и нет это все может быть в перемешку главное поставьте себе будильник в каждом телефоне сейчас это есть и 15 минут позитивных мыслей вы пишете неважно на какую тему солнце светит это прекрасно и кто-то улыбнулся это прекрасно я эту технику давала не один раз и каждый раз я эту технику повторяю 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 и те кто действительно внимает моим советами те кто пробуют да может быть не с первого раза но все получается и действительно облегчение приходит и тогда вот как только вы вышли из этого круга замкнутого тут же у вас и другое настроение и другое состояние и вы видите все по-другому вы реагируете на все по-другому поэтому вот это как можно скорректировать ситуацию и потому что я именно негативных событий нет есть игра но в этом случае вы выбираете какую роль вы играете или роль жертвы или роль победителя потому что я вижу по результату большинство из вас все-таки решат стать победителем и даже если придется что-то оставить почему я говорю что я вижу что это не один день даже если придется что-то оставить позади позади вы оставите весь негатив все что вам мешает и вы в следующий день или через день или через два дня у каждого сроки будут у каждого свои вы действительно почувствуете освобождение и облегчение а так у каждого если это рабочий день я уже вам рассказала если это день выходной у каждого кто будет когда смотреть это видео но тут все весь отскок идет от настроения и состояния так что дерзайте если нужна какая-то помощь пожалуйста обращайтесь мои контакты и внизу под видео и иногда выскакивают во время видео так что вы под любым видео можете найти мои контакты и ватсап вайбер и телеграмм инстаграм вот я еще никак не выставлю ссылочку на мой инстаграм там тоже много интересного вот и тогда я смогу вам помочь более детально если вам это необходимо сейчас мы все-таки выложим карту совета что нам может быть еще что-то посоветовать тут я исходя из ситуации советовала вам то что я видела и я хочу сказать что так как вот вышла эта карта перерождение она называется и в этой колоде она имеет имеется в виду вот именно эта карта если даже просто читать карту означает освобождение и выход на какую-то другую ступеньку ну можно сказать развитие можно сказать бизнеса можно сказать это можно употребить для любой сферы жизни ну и сейчас посмотрим что нам скажет мистическая мудрость это очень часто дает интересные советы а иногда просто дополняет ну семь чудес света говорит эта карта что я могу сказать что верьте в чудеса вот тут я еще что могу сказать по этой карте это карта говорит о том что надо верить в лучшее это карта говорит о том что чудеса случаются главное в них поверить а это понимаете каждое чудо можно объяснить в вашем случае когда произойдет вот это чудо я могу объяснить только тем что вы сами захотели освободиться вы сами захотели идти вперед и для вас это может быть оно произойдет довольно таки неожиданно поэтому вы скажете что это чудо вот такой у нас получился расклад на день грядущий хотя опять вижу что оно заходит за рамки одного дня но так вот информация захотела мне показаться так что избавляйтесь от всего ненужного особенно если оно приносит в вашу жизнь негатив вы знаете иногда нам очень тяжело освободиться от чего-то что нам не нужно по причине привычек и я не говорю сейчас об отношениях о людях бывают даже ситуации бывают что-то события происходящие нам тяжело перестроиться но это все возможно главное желание ваше желание и ваше стремление на сегодня все я желаю вам прекрасного дня прекрасного настроения продуктивного дня и вообще я желаю вам счастья здоровья всего самого-самого лучшего ставьте лайк для обмена энергии нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать мои новые видео мои практики мое общение с вами и мои расклады с вами была Женя встретимся очень-очень скоро люблю вас мои дорогие пока 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 пока